В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске Оливия, Веринея, Давид и Климент. Как саровчане называли своих детей в этом году? В гости к доброму волшебнику в Сарове открылась резиденция Деда Мороза. В сиянии наград. Воспитанники отделения прыжков на батуте завершили год победой на чемпионате и первенстве области. Далее расскажем обо всем подробно. В отделе ЗАГС нашего города представили статистику за 2022 год и рассказали, сколько родилось малышей, какие имена чаще всего выбирают для новорожденных, а также сколько пар решили заключить брак или развестись. 425 пар в уходящем году решили связать себя озами брака, что на 18% больше, чем в 2021 году. Самый популярный возраст заключения брака в Сарове – 23-35 лет. В то же время среди молодоженов 15% невест в возрасте 19-22 лет, а самым свадебным месяцем года были июнь и июль. Шесть пар поженились по упрощенному порядку заключения браков для мобилизованных. Достаточно большое количество нами было зарегистрировано среди лиц мобилизованных. Для них порядок совершенно другой. Если есть основания и подтверждена справка о мобилизации, то данной категории лиц заключала брак практически в день подачи заявления. Выросло в этом году и количество разводов. Так расторгли брак 339 семей. Это на 10% больше, чем в 2021 году. Наибольшее количество разводов как среди женщин, так и мужчин в возрасте от 30 до 43 лет. Брак в которых был зарегистрирован в период с 2007 по 2021 года. Порядка 8% статистики – молодые пары, прожившие в браке год или два. Очень большое количество предоставлено гражданам юридически значимых действий. Это выдача повторного свидетельства различных справок, подтверждающих либо факт государственной регистрации акта гражданского состояния, либо отсутствие данного факта. Ну и, соответственно, внесение исправлений, изменений, восстановление записей по решению суда. Количество смертей сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году составили 1072 записи акта о смерти. А вот родилось в этом году на 47 саровчан меньше – 593 человека. Из них 300 мальчиков и 293 девочки. Самые популярные имена этого года – Артем, Михаил, Дмитрий, София и Дарья. Выбирали малышам и необычные имена, такие как Клемент, Демьян, Евдокия, Агния, Левадия, Веринея, Амелия. Первенцев поменьше. Лидируют всегда вторые дети. Ну, соответственно, третьи, четвертые. Радуют, что в двух семьях родились шестые дети. В трех семьях пятый ребенок родился. В 59 семьях родился третий ребенок. Соответственно, и в 16 семьях родился четвертый ребенок. Самое популярное направление работы ЗАГСа – перевод услуг в электронный вид. Чаще всего подают электронное заявление на заключение брака. Такой услугой воспользовалось более 50% граждан. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. В суматохе рабочих будней и повседневных забот новогоднее настроение постоянно куда-то ускользает. Окунуться в атмосферу сказки и волшебства саровчане могут, посетив резиденцию Деда Мороза. В гости к доброму волшебнику отправилась и наша съемочная группа. С наступающим Новым Годом! Для того, чтобы побывать в гостях у Дедушки Мороза совсем не обязательно отправляться в Великий Устюг. Резиденция доброго волшебника открылась в нашем городе. Домом для него в Сарове стал Ледовый дворец. Здесь дедушка исполняет самые заветные желания маленьких саровчан. До конца этой недели главный волшебник приглашает их вместе с родителями в свою сказочную вотчину. Это место, которое нам говорит о том, что совсем скоро, уже буквально через неделю и даже меньше, будет случиться тот самый главный, тот самый волшебный праздник в году. И мы вот, собственно, благодаря этой интересной фотозоне, мастер-классам и тематическим программам в Ледовом дворце хотим эту сказку для детишек нашего города подарить и сделать, чтобы им было интересно, волшебно и познавательно выступать в Новый год. Начали визит в резиденцию с экскурсией по Ледовому дворцу, которую для детей и их родителей и педагогов провел Дедушка Мороз со Снегурочкой. Дети увидели за кулисей Ледового, узнали, как живут и тренируются саровские чемпионы. Побывали и на Ледовой арене, узнали, как за ней ухаживают, посидели на трибунах болельщиков. Многих мальчишек такое путешествие не оставило равнодушными. На экскурсии нам показывали, например, машины, которые чистят лед и делают новые трибуны. Он нам показывал хоккейное поле, рассказывал про него. Две машины там было, которые чистят лед. В резиденции ребята могли не только попросить у дедушки подарок на Новый год, но и написать ему письмо со своим заветным желанием, чтобы добрый волшебник точно не забыл о просьбе вереницы новогодних хлопот. Финальная точка путешествия – мастерская. Здесь гостей обучают рукоделию. Там ничего сложного, но мы Деда Мороза делаем. А расскажи, как там делают Деда Мороза? Ну, там есть ножницы, белые и красные нити и такая картонка прямоугольная. Ты вот берешь белые нити и наматываешь на нее вот так вот друг на друга. Мне Дедушка Мороз очень понравился. Почему? Он очень высокий и красивый. Что ты у него попросишь? Я уже ему написала письмо и попросила шапку хлопушки. Видите, собачки. Резиденция Деда Мороза в Ледовом дворце будет работать до 25 декабря и завершится показательными выступлениями фигуристов из Нижнего Новгорода. Посетить резиденцию можно как по коллективным заявкам, так и индивидуально. Дополнительная информация доступна по телефону 978-14 и 991-08. Встретиться с новогодним волшебником саровчане смогут не только в Ледовом дворце. Дедушку можно будет увидеть и на улицах города 25 декабря. В 11 часов сани Деда Мороза остановятся на площади Ленина, в 12 в сквере на Садовой, а в 13.00 в парке имени Зернова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новое пособие на детей вводится в Нижегородской области с 1 января 2023 года. Указ о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Полномочия по назначению выплаты передадут пенсионному фонду. Со следующего года Министерство финансово будет предусматривать в областном бюджете средства на эти цели. Размер пособия пока не уточняют. Продолжается благотворительная акция «Подарим детям Рождество 2022». Ее цель – подарить праздник детям с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, поддержать семьи в трудной жизненной ситуации. На собранные деньги волонтеры закупили подарки, которые вручат во время поздравления на дому или на рождественском празднике. Добровольцы обращаются к семьям, в которых растут дети с особенностями развития или инвалидностью. Если вы хотите, чтобы вашего ребенка поздравили с Новым годом и Рождеством, звоните по телефону 77099. Воспитанники Икара вернулись с наградами с чемпионата и первенства Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. На соревнования ездили и опытные спортсмены, и те, кто только недавно начал серьезно заниматься. Тимофей Пронькин занимается прыжками на батуте шестой год. Родители отдали мальчика в секцию спортивной школы Икар, чтобы направить его детскую активность в правильное русло. За годы обучения Тимофей неоднократно занимал места на региональных и городских соревнованиях по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. На чемпионате и первенстве Нижегородской области Тимофей также показал отличные результаты и взял золото в своей возрастной группе. Перед этими соревнованиями были еще городские, и даже на городских соревнованиях я прыгала комбинации лучше, чем на этих. Мы их облегчили, поэтому готовиться было неделю всего лишь, и не особо усилие затратил. У меня было мало соперников, в том числе из моего города, а еще я был спокойным и вообще не волновался. Мария Шабурова занимается в секции прыжков на батуте 7 лет. Как признается девушка, с самого начала акробатика зацепила ее красотой и ощущением экстрима во время выполнения элементов. Мария – неоднократный участник областных соревнований. На чемпионате и первенстве Нижегородской области батутистка заняла первое место. В планах у девушки – выполнить разряд кандидата в мастера спорта. Физически я начала усердно готовиться где-то в начале середины ноября месяца, а морально я особо даже не готовилась, потому что это не первый опыт. Я себя никогда не настраиваю на победу, потому что обычно, когда я так делаю, у меня ничего не получается, поэтому я настраиваю себя на то, что мне нужно просто хорошо выступить. Более 30 спортсменов спортивной школы ИКАР выступили на чемпионате и первенстве Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Многие батутисты поехали на выездные соревнования впервые. Традиционно с Нижнего Новгорода спортсмены секции прыжков на батуте приехали с целой россыпью наград в разных возрастных категориях и новыми спортивными разрядами. Сначала у меня получалось, потом некоторые я бывало, что я заваливала. Ну, теперь вот, получила результат. Цель – побеждать всегда, занимать места призовые. Ходила на тренировки, разговаривали, обговаривали, как делать все, какие комбинации, элементы. Чемпионаты первенства Нижегородской области – последние соревнования для батутистов в выходящем году. 2022-й стал для спортсменов насыщенным на участие в соревнованиях различного уровня, победы и серьезные результаты. Личные результаты выше были. У нас вот и округ выиграли, мальчики там все первый, второй, третий заняли в личном. Постарались в финал, все вошли, 4 человека. Чемпионкой стала у нас Давыдова Тамара на округе в этом году. Чемпионка округа в индивидуальных прыжках на трамплине. Вот, по мастерам выступала. Следующий состязательный сезон батутисты откроют в новом году. В феврале спортсмены будут защищать честь города на соревнованиях Приволжского федерального округа в Оренбурге. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 22 по 25 декабря там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий, тягучий липовый или кремовый дунниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А дунниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Дунник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает выбирать мед по вкусу. Я им рекомендую взять, попробовать, а главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за 1200 рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового стоят всего 1800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 22 по 25 декабря с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА